Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Молодые профессионалы. Анапская команда имеет высокие шансы на победу в финале Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Быстро, удобно и не выходя из дома. Более 16 тысяч инопчан уже пользуются порталом госуслуг. Экономьте не только время. Свидетель истории. Жительница Анапы, потомственная казачка Лидия Дрогалова отмечает 90-летний юбилей. Благоустройство пляжей и санатория в совершенствовании систем жизнеобеспечения и вопрос оздоровления. Подготовка к предстоящему высокому сезону идет по всем фронтам. Но самое главное, что требует руководитель курортной территории Сергей Сергеев – обеспечение безопасности. В центре внимания Пионерский проспект, пляжи и проезды к морю. В эти дни проверки проходят во всех здравницах. Ряд объектов глава Анапы посещает лично. В маршруте рабочего объезда главы остановка в пансионате «Звездочка». Руководитель не был предупрежден, но уверяет – к визиту готов и он, и предприятие. Сергея Павловича интересуют вопросы безопасности. Здравствуйте. Вы лицензированы? Да. Что у вашей задачи? Пропустной режим, так точно. А внутри объектовый режим у вас осуществляет? Да. Один проход к морю. Объект. Охранник. Я здесь. Видеообзор есть? Так точно. А куда? К вам выйдет? Да. И что вы смотрите? Территорию, периметр территории, чтобы все ворота были закрыты, чтобы ни посторонний никто не проходил. В этом году акцент сделан на наращивание возможности программного комплекса «Безопасный город». Собственники здравниц увеличивают количество камер и подключают их к общегородской системе. Внутриобъектовые, то, что касается ваших корпоративных интересов, мы на них не претендуем. А вот на периметр, на вход на охрану обязательно. А пляжные смотрите вы, нет? Пляжные у нас в этом году мы только будем ставить новые, современные уже, чтобы к безопасному городу. В этом году на пляжах Анабы будет установлено свыше 120 камер. Еще одна забота руководителя любой здравницы – обновление пляжного оборудования. Важная составляющая безопасности – закрытые проезды к морю. Это прежде всего антитеррористическая защита жителей и гостей курорта. Сергей Павлович дает поручение установить силовые ограждения и укрепить шлагбаум. Трубу надо сделать и ни в коем случае здесь не допускать, чтобы здесь была какая-то дорога. А здесь нет. Вообще, чтобы не было ничего здесь. Как и так. Здесь все детки сидят. И проверяйте, чтобы периметр горел. Если у них будет освещение, то проход тоже будет. Он темный. Темный, да? Ну, а по забору есть, но не хватает освещения. Можешь пару прожекторов поставить. Вы уже положили. Несанкционированное движение на автомобилях по пляжам должно быть исключено. За каждым проездом закреплены ответственные сведения, переданные в ЕДДС. В случае возникновения нештатных ситуаций многое зависит от оперативности и профессионализма сотрудников. В Краснодаре стартовал пятый финал национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград-Юг». Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних образовательных учреждений. Нынешние соревнования собрали более трех тысяч участников, в числе которых и анапские студенты. Поддержать наших ребят вчера организованно выехал целый десант анапских школьников и наша съемочная группа. Анапу представляли шесть участников. Это студенты сельскохозяйственного техникума и колледжа сферы услуг. Накануне в Краснодар отправилась команда болельщиков, более двух тысяч школьников курорта. Поддержать наших финалистов приехал и глава Анапы. Сергей Сергеев принял участие в пленарном заседании, которое прошло в рамках чемпионата. В числе почетных гостей и одним из основных спикеров дискуссии стала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. В конце дня, познакомившись с работами площадок, она дала свою оценку значимости подобных мероприятий. 113 специальностей. Заметное изменение материально-технической базы. Новейшие технологии применяются во всех профессиях. Все участники, эксперты научились говорить на четком, понятном, профессиональном языке. На Кубани существует нехватка подготовленных кадров в области агропромышленного комплекса и курортной отрасли. Губернатор Краснодарского края особо подчеркнул, что для успешного развития экономики края необходимо повышать престиж рабочих профессий. Рабочая профессия – это маленький кирпичик большой экономики. Если мы хотим стать большую реальную экономику, мы не должны упустить рабочую специальность, ту профессию, которая лежит в основе экономики. И сегодня, если мы говорим о будущем в целом нашего края, региона, о будущем его экономики, конечно, она начинается с той самой рабочей профессии, которая сегодня представлена в этом огромном павильоне. Студенты и школьники из всех регионов России будут соревноваться в профессиональном мастерстве более чем в 100 компетенциях. Парикмахеры, повара, штукатуры, 1200 конкурсантов и почти 1500 экспертов вступили в борьбу за право стать лучшим в своей профессии. Студенты Анапского сельскохозяйственного техникума и колледж сферы услуг представляют 4 профессии – виноделие, флористика, кирпичная кладка и предпринимательство. Виноделие – одна из самых редких профессий, но в этой номинации от Анапы заявлены сразу два участника – Арина Смеликова и Ульяна Сергеева. В их творческой лаборатории абсолютная сосредоточенность и внимание. За три часа они должны провести точный анализ виноматериалов и предоставить экспертной комиссии подробный отчет о составе продукта. Сегодня проводятся тесты. Определяют в вине сколько содержания сахара, тетруемых кислот, спирта. Они это делают три с половиной часа, после чего у них начинается купажирование. Купажирование – это смешивание виноматериала с сахарным сиропом. А вот на площадке предпринимательства свой коммерческий проект защищают учащиеся колледжа сферы услуг Владислав Гончаров и Даниэла Кошеру. Обосновать выгодность, привлекательность и окупаемость проекта – это полдела. Необходимо ответить на дополнительные вопросы экспертной комиссии, которые возникают в ходе защиты. Впрочем, несмотря на волнение, ребята с задачей справляются. Данный модуль у нас получился, так как мы представили нашу идею, рассказали, кто наши потребители, что мы будем производить. Со вторым модулем было чуть-чуть сложнее, потому что нужно было распределить, кто является генератором идей, кто новатором, кто будет предоставлять бизнес-план. Чемпионат продлится четыре дня. Его уже посетили более 50 тысяч школьников и студентов со всего Краснодарского края. По завершению соревнований экспертный совет проанализирует выступления участников и выберет лучших в своем деле. Победители и призеры финала национального чемпионата будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В 2017 году этой команде предстоит отстоять честь российского флага на чемпионате мира в Абудаби. Самолеты авиакомпании России, названные в честь Анапы, приземлиться в международном аэропорту города-курорта 22 мая. Авиалайнер встретит представителей руководства компании «База Лайера», авиакомпании «Россия», городской администрации, общественности, средств массовой информации Анапы. О планах работы и дальнейшем развитии аэропорта и авиасообщений расскажут генеральный директор «База Лайера» Леонид Сергеев и пресс-секретарь авиакомпании «Россия» Сергей Старьков. Напомним, лето 2017 года станет первым сезоном работы нового аэровокзального комплекса аэропорта Анапа, открытие которого состоится 31 мая. Дорожные штрафы снижаются почти на треть, если их оплачивать через портал госуслуг. Сегодня там зарегистрировано 16,5 тысяч жителей города-курорта. Около тысячи человек открыли личный кабинет, обратившись в городской многофункциональный центр. Большая часть уже воспользовалась системой. Вся процедура занимает не более 15 минут. Необходимы только паспорт и страховое свидетельство с НИЛС. Человек может, не выходя из дома, со своего планшета, с компьютера, с мобильного телефона, в любое время, независимо от времени суток, выходной день, зайти на портал госуслуг и воспользоваться этим порталом. То есть заказать любую услугу, получить консультацию по этой услуге. В постоянной доступности информация о состоянии пенсионных счетов, трудовом стаже, задолженности перед налоговой, данные о штрафах, наложенных ГИБДД. Сегодня онлайн можно оформить справку об отсутствии судимости, сдать документы на замену или выдачу паспорта или загранпаспорта водительского удостоверения. Пользуясь электронным вариантом, человек, во-первых, он сохраняет свое время, ему не нужно не ходить никуда. Предусмотрены 30% скидки на уплату некоторых государственных пошлин, если вы пользуетесь именно в электронном виде получением услуг. Такие, как уплата штрафов ГИБДД, например, это как оформление транспортного средства через электронный портал. Это реально работает, на собственном примере могу сказать, я недавно регистрировал транспортное средство, и вместо государственной пошлины, которая предусмотрена в размере 2850 рублей, мной было оплачено через электронный портал 1995 рублей. Анапа включена в курортный атлас Краснодарского края. В рамках этого проекта зрители телеканала «Кубань-24» и одноименного интернет-портала могут с высоты птичьего полета взглянуть на заповедные места Большого Треша, живописную долину Сукоя и золотые песчаные барханы Анапы. Всего снято более 250 природных достопримечательностей края, неизвестные детали которых открываются только сверху, с неба. Панорамные съемки авторы проекта проводят с помощью квадрокоптеров. Три видеосюжета посвящены нашему городу-курорту. Зрителям открывается невероятное количество новых интересных мест для путешествий, которые показаны в необычном свете. В России подобных проектов раньше не было. Взглянуть, какими видят птицы наши окрестности, можно, если найти в поисковике ссылку на курортный атлас и набрать название «Анапа», «Суко» и «Большой Утриш». И к другим новостям. 90-летний юбилей отмечает жительница Анапы Лидия Дрогалова. Для потомственной казачки едва не стал родным азербайджанский язык. Женщина пережила оккупацию, стала водителем грузовика. В мирное время, как говорит она сама, получалось все, за что бы ни бралась. Молодость всегда побеждает все. И горе, и голод, и нищету. Фотография 1911 года. На ней казаки. Среди них отец Лидии Ивановны. Она родилась в конце 20-х годов в станице Василковская, когда гражданская война уже отгремела. Но полным ходом шло так называемое раскулачивание. Одна из семи сестер была замужем за казаком, другая за тем, кто руководил продразверсткой. Он проговорился, что придут к ним раскулачивать. Тогда отец корову заколол. Куда делся конь-красавец, до сих пор загадка. На следующий же день бежали на Кавказ. Вернулись перед самой войной. К моменту возвращения революционные бури улеглись. Да и отец был механиком, что ценилось. Мать умерла во время изгнания. С началом войны мобилизовали отца и брата. Он погиб в первые месяцы войны. Но Лидия Ивановна не знала. Она работала в колхозе до 1942 года, пока в станицу не пришли немцы. В их избу не поселились, показалось больно неказистой. Так и прожили, стараясь лишний раз не привлекать к себе внимания. Однажды утром проснулись, наши едут. Даже один немец где-то с квартир, распортированы же были. В нижнем белье выскочил, а уже деваться некуда. Конечно, в плен там пошел. Наши едут. Ну, конечно, эта радость была неимоверная. Все до того радовались. Ну, передать словами нельзя. Это был февраль 1943 года. Всех мобилизовали на работы. Сначала пешком по грязи несли муку на фронт, потом трамбовали поля под посевы. Однажды приехала команда набирать водителей. Я эту трамбовку поставила и в автороту. Прохожу к командиру авторота. Говорю, я хочу быть шофером. Он посмотрел на меня. Да, подходишь высокая. А сколько тебе лет? А я ляпнула, что мне еще 16 с половиной. Детка, да куда тебе с шофером? Это ж тяжело все. Говорю, а трамбовку таскать, думаете, легко? Помогло, что отец механик. Как узлы и агрегаты знакомы, оказалось, что ее грузовик в самом лучшем состоянии во всем автобатальоне. Доверили новую, стентам. Тогда за рулем было много девушек, но после войны отец решил, что занятие неподобающее, и дочь стала бухгалтером. Со временем возглавила небольшой, но многопрофильный пищевой комбинат. За что не возьмусь, мне все шло хорошо. И я сразу пошла. Да, правда. А в Анапу семья переехала в 60-е. Здесь Лидия Ивановна работала диспетчером на автопредприятии, в пионерском лагере, затем в санатории Кубань. Уже на пенсии руководила квартальным комитетом и сейчас, по мере возможности, участвует в общественной жизни. Она сейчас для нас как тетя моя. Как тетя. Она мне звонит, она мне может пожаловаться, она мне может рассказать обо всем. Я ее очень хорошо выслушаю. Я могу ей что-то порекомендовать, что-то посоветовать. 90 сегодня. Ну вам 73 только. Врач сказала 78. А врач не права. Поздравление и подарок от депутата городского совета Веры Севриковой. У Лидии Ивановны трое внуков, семь правнуков. Так что в доме ждут гостей. День черепахи есть и такой праздник. Он особенно актуален для заповедника Утриш. В год экологии заповедник выступает организатором фестиваля конкурса «Земля черепахи», который проводится впервые с целью популяризации знаний о редком виде земноводного черепахи Средиземноморска и Никольского, обитающие на территории заповедника. 23 мая состоится флешмоб «Земля черепахи». К участию в необычной акции организаторы приглашают анапчан и гостей нашего курорта. Репетиции флешмоба пройдут 19 и 20 мая на театральной площади Анапы, начало в 13.00. Заповедник Утриш приглашает всех желающих присоединиться к событию. Вся информация о порядке и условиях участия в фестивале размещена на официальном сайте государственного заповедника Утриш. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, облаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok